я несколько раз была в казани даже наша дача родом оттуда и я знаю про этот прекрасный красивый город то что там живут удивительно душевные открытые люди сегодня мы окажемся в доме в казани хозяйка просто невероятной доброты и хозяйственности человек поэтому сегодняшний дом это тот самый пример уютного уюта который так многих радует сегодняшнее видео меня сама зацепила за какие-то глубокие глубокие струнки души я думаю что будет очень интересно идем скорее смотреть как живут другие я нам привет привет расскажи нам где мы находимся кто здесь живет и будем смотреть что вы тут придумали мне во первых очень приятно видеть вас у себя в гостях вообще мы очень гостеприимные люди и это меня прям радует сегодня чудесный солнечный день и мы с вами в казани в пригороде это поселок мирный мы построили дом на дачных участках продали квартиру и решили жить дачной жизнью класс площадь дома и кто здесь живет кто мы мы это четверо я мой любимый супруг александр и двое моих мальчиков 10 и 7 лет старший микаэль и второй олен давай начнем смотреть твой дом твоего любимого места потому что это всегда там где душа там где много времени проводишь там где стопроцентная практичность пойдем ну конечно это кухня-гостиная у меня дом небольшой кухня-гостиная это такое сердце нашего дома ну и наверное так у всех это является и конечно я как женщина презентую для вас первую очередь кухню в кухнях я мастер кухни у меня небольшая это было сделано принципиально потому что я часто к этому буду ссылаться к опыту моих родителей которые построили там трехэтажный дом и где моя мама которая сейчас уже 74 года наворачивает километры для меня вот эта вот позиция чтобы было меньше места меньше этажей и максимальное эффектное и эффективное пространство создать ну как я вижу для себя и для своих клиентов с которыми я работаю в кухнях или вообще в интерьере я пытаюсь это транслировать и в общем-то надеюсь что у меня это получается давай знаешь так для скептиков сейчас все спросили что значит ты профессионал ты работаешь кухнях мария но это не реклама то есть сами по себе кухни молодцы к ним вопросов нет но сейчас мы с тобой просто разговариваем чтобы люди там не говорили ой ну все будет расхваливать только свою кухню нет я не буду расхваливать ну как это будешь конечно нет я не свою у меня не кухня мария во первых начнем с этого ага да 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 я профессионал в кухнях так как я уже лет шесть работаю проектировщиком кухонь создаю интерьеры рисую эскизы ну и так далее и на данном этапе я уже год работаю в кухнях марии не рекламирую никого но я люблю этот бренд потому что делаются на самом деле хорошие вещи у меня же дома не кухня марии потому что тогда я еще не работала в марии возможно когда-нибудь я поменяю если мария предложит такие чудесные фасады как у меня дома да а вот давай сразу про фасады что вообще это такое и кто тебе сделал и сразу после фасадов как классно ты встроила смесители я бы даже в первую очередь об этом поговорила ну что я могу сказать мой муж страстно мечтал продолжит эту историю как у нас и было на других квартирах где мы жили а мы переезжали часто чтобы столешница продолжилась подоконник и было такое пространство но я ему сказала нет я хочу в этот раз заюзать вот такое решение поэтому нам пришлось выстроить здесь стену и окно это муж мой называет полуподвальным но это его проблема на самом деле очень нравится на уровне моей головы я прекрасно вижу соседский сад как образовались эти два смесители я хотела смесители со стены при том их нет два в одном а фильтрованная вода мне нужна поэтому появились два смесителя в котором течет техническая вода и который я пользую или на одну раковину или на вторую она включается она от себя потому что чаще всего грязные руки и лучше включить и выключить так а это питьевая вода которым пользуемся для того чтобы чай вода суп ну и так далее круто она вся холодная или горячую тоже можно включить здесь горячая и холодная а здесь ну фильтрованного да супе так то гений инженерных коммуникаций внутри конечно мой муж вообще он мой муж гений гений в том плане что у нас всегда так я мозг придумаю а он это реализует и я настолько благодарна ему за то что он реализует все мои безумные идеи всем того и желаю прекрасно привет ребят я сейчас москве и я тут не случайно фасадов до того еще как мы купили участок и начали строить дом я спроектировала полностью дом отталкиваясь от мебели который я хочу наполнить я стопроцентно знала что это будут эти фасады это фабричные фасады с города волгодонска есть такая фабрика любимый дом называется и эти фасады были у них на распродаже ну так как я в кухнях работала я об этом знала я эти фасады купила за каждый фасад по 200 300 рублей то есть заранее я все фасады купила вы они у меня будут встречаться и в гостиной и ванной комнате потом под них сделала всю свою кухню ну и всю мебель класс а смотри фасады отдельно а получается сами шкафы отдельно это какая-то экономная экономия конечно ну то есть когда ты работаешь с мебелью ты вообще вот ну в этой теме и поэтому пойти и кому-то сказать давайте мне сформируйте кухню ну как бы это не про меня я знаю всю внутрянку просто взяла лдсп который подходит под цвет моих фасадов под интерьер отдала на распил полностью под размеры мне их сформировали муж собрал навесил петли на прямо в направляющие и вот она размеры что посчитал это ведь тоже уметь надо ну конечно я ему сказала например там на распиловке у меня размер например глубину надо такую фасады у меня такой шириной и вот эти вот все детали технолог который на распиле сидит он рассчитал сами сделали волшебно да притом если касается других деталей моей кухни например столешница столешницу делал мой муж из керамогранита 600 на 1200 то есть мне хотелось здесь повторить дерево но такого дерева в цвет пола я не нашла поэтому это как бы окаменелое такое дерево декор и он собрал из плит и эстетично и дешевле чем каменную столешницу если бы я покупала где-то у поставщиков есть нюансы очень хрупкие края здесь есть сколы как бы я их обожаю люблю потому что я знаю что это мой дом он живет как мой муж говорит ну наш стиль об шарпе это все то есть в этом духе вот поэтому как бы я считаю что любая там задоринка соринка это это наша жизнь здесь проходит наша гармония здесь наше счастье поэтому вот каждая ее морщинка как на лице это наша память и я не парюсь насчет этого абсолютно очень тепло на душе стало того что ты говоришь хорошо почему кухня на две стороны зачем ты так делала в каждом своем жилье как бы экспериментирую переезжая с одного места на другое да я хотела попробовать параллельную кухню или кухню как бы с островом представьте себе что здесь например нет стены и здесь например остров да и я хотела попробовать иметь большое пространство справа и слева от мойки и также пространство от варки слева и справа при том здесь большая дверь эта дверь выходит на террасу то есть мне нужна была эта дверь для того чтобы мы здесь все подготавливали выносили вот там мангал и мы террасе проводим часто и много вкусного классного времени и вот это вот проходная вот эта история мне очень спасает помогает и так далее я здесь что-то делаю я одним шагом перехожу сюда и обратно то есть мне не приходится гонять по кухню большой километраж как видите у меня нет верхних секций я не люблю верхние секции я люблю только нижние секции только ящики в основном используют для хранения все уже знают что это мега удобно и конструктивно все остальное у нас есть волшебная комнатка технический уголок мы называем дома белая белая комната потому что там тогда у нас на самом деле мечта многих а особенно когда ты в доме проектируешь сделать такую комнату мне кажется круто все ты туда поставишь и закатки и банки и хлебопечки мясорубки соковые жималки но у меня не так много места но тем не менее в первом углу от входа напротив у меня холодильник потому что чаще всего мы пользуемся холодильником и если даже если бы не было этой стены и это было бы единое пространство холодильник все равно стоял бы здесь и количество шагов до него было бы совершенно одинаковым но эта дверь часто открыта когда мы дома практически всегда то есть я ее закрываю только когда гости или вот как вы приехали на съемку так у нас холодильник чисто холодильник без морозильника притом он встраиваемый то что было на авито я урвала то есть его встраиваемый купила не потому что хотела пристроить а потому что было дешевле да потому что был электролюк за 10 тысяч встраиваемый а с учетом того что мы возможно часто переезжаем и возможно это не наш последний дом мне встраиваемый холодильник считаю всегда больше может пригодиться чем ну что-то другое дальше суперское у меня решение это морозильный ларь потому что мой любимый александр он подводный охотник и он приносит вот таких рыб вал и нам надо это где-то хранить это первый но самый главный повод покупки лари на самом деле было когда дети родились первый родился я покупала эти фрута няня и мы там убили столько денег на эти все прикорм когда в шесть месяцев начинается я говорю окей мы сделаем по-другому и на втором мы купили цукини баклажин ну все что детям положено заморозили и потом я ему просто жить варила и мы намного дешевле с этим обошлись при этом у нас остался морозильный лари также у меня стиральная машина здесь и есть сушилка моя вот так я опускаю вешаю и обратно поднимаю тут техническая часть мы топим электричеством но к дому подведен газ и если мы когда-то захотим муж оставил возможность чтобы здесь повесить котел газовый но за три с половиной года мы поняли что электричество не так дорого зимой в самые холодные времена уходит где-то на полностью электричество не выделяя отопление естественно четыре с половиной где-то тысячи поэтому и как бы поняли что да приемлемо сейчас да сейчас газ проводить столько денег отдавать на проекты на котел на обслуживание а потом газовщикам кланяться каждый раз когда будут приходить и проверять хотя конечно мы это помещение сделали с учетом всех требований для газового оборудования также здесь у нас самое главное я вот не знаю как это показать это посудомойка она не встраиваемая и сверху на ней стоит микроволновка я сейчас попробую пройти мимо вас да и показать как происходит я открываю посудомойку достаю оттуда чистую посуду сейчас пока у меня там грязная и распределяю всю свою посуду по шкафчиком то есть каждое движение так и продумано конечно я думала о том как я буду открывать посудомойку как я буду выдвигать где я буду хранить кастрюли где будут сковородки там и так далее то есть есть у меня такие некоторые вещи которые игры это на дальняк дальняк это в тот край но сейчас уже дети у меня подросли и обязанность разбирать посудомойку ушла к ним и я стараюсь как бы делегировать этот вопрос не всегда получается попытка не пытка мы часто греем кушать в микроволновке точно так же из холодильника достаю сюда кастрюлю сковородку там что-то в тарелочки раскладываю беру тарелочки вот отсюда да и вот здесь помещаю микроволновую печь подогреваю здесь у меня хлебница ну то есть как бы это продолжение кухни но я могу это закрыть и получается статическое удовольствие экспресс вопрос лиан боль каждой хозяйки что приготовить сегодня я согласна с вами это боль сейчас мой старший сын мне подсказывает что приготовить представляете и мне это очень помогает мама а давай сварим вот это давай сварим вот это а вообще я очень люблю готовить когда приходят гости буженину это делается очень просто я их готовлю мультиварки а сейчас у меня уже скороварка то есть запечь фольге с чесноком со специями кусок мяса и она и в холодном и в горячем виде разлетается на раз ну то есть буженина из свинины это вот прям отлично записали теперь я хочу кухни закончить я хочу показать свое хранение потому что ну я кухонщица давай конечно конечно а мы получимся и возьмем себе на заметку особенно те кто планирует отлично я часто своим клиентам говорю что сушка это дорогое место занимательное много но мало хранительная вещь поэтому я говорю а вывод спасу домойкой жили они ведь жили ягра вы посуду из посудомойки какую достаете сухую игры а зачем тогда нужна посуда сушка если она сухая ну для них это немножко шок потому что менталитет вот нашего того как мы всегда жили что сушка вот там все стоит хотя в ней не помещается всякие тарелочки там падают это все такое условно красивая в кавычках поэтому как я храню например свои стаканы прекрасно то есть дети подходят выбирают себе любой стакан у них вот стаканы а4 и тарелки я храню да я храню тарелочки вот так то есть самые ходовые это у нас вот эти вот то есть я беру просто тот который сверху ну эти вот для второго ну и так далее то есть здесь у меня гораздо больше посуда помещается чем бы поместилась в сушке например даже на 90 сантиметров здесь у меня матрешкой хранятся все мои кастрюли ну я считаю что их у меня так бы немало немало все помещается ни одна и две ни две и не три на этой стороне соответственно у меня ложки вилки я их старалась как можно ближе расположить столу потому что вот эта история мам дай вилку жена дай нож мы забыли и так далее чтобы первым доступе было здесь у меня сладостное место че кофе сладости семечки там ну такие которые постоянно хранят тоже верхних ящичках в доступе для детей да да ну как бы как тебе сказать мы ограничиваем их конечно стараемся а здесь вот у меня сковородки стоймя и крышки мои стоймя стоят они в икеевских лягушках если помните такие штуки я думаю многих они есть и прошу обратить внимание на цоколь моей кухни который совсем не цоколь который подиум давай я мечтала сделать парящую кухню хотела ее вообще к стене прилепить но муж сказал ты представляешь какая нагрузка на нижние шкафы кухни нам нужно обязательно что-то что будет снизу поддерживать я говорю давай тогда максимально утопим это все дело подняли мне потому что нравится когда столешница высоко когда я в мойке что-то делаю я не нагибаюсь и не болит у меня шейный плечевой я подняла кухню в целом у меня по-моему 94 высота то есть я полностью довольна хотя я не сильно высокая метр семьдесят я где-то так вот плиточкой обложили той же самой которую меня на фартуке обожаю влюбилась с первого взгляда в эту плитку слушай а вот говоря сразу тогда уже о плитке и о покупках какой основной магазин откуда все материалы и чтобы о цене ремонта вообще материалы в основном мы в масс-маркетах покупали то есть это леруа это макси дом мегастрой если есть такое в другие что есть в округе да плитку например ванную и здесь мы купили в макси доме смесители я заказывала с алиэкспресса кухни фасады фабрика любимый дом остальное все хэнд мэй то есть эти же фасады у меня присутствуют здесь в комоде и в тв-зоне телевизор у нас как бы хотя и занимает такое центральное пространство но если вы видите два дивана находящихся друг напротив друга это история про общение реально два этих дивана они располагают к общению как бы намекая что ну давайте поболтаем да особенно когда приходят гости вообще когда ко мне приходят гости мои подруги конечно мы не проводим с телевизором даже фоном не играет мы очень вкусно кушаем девочки всегда очень довольны от пуза они уже потом говорят давайте уже встанем из-за стола давайте уже передвинемся на диваны развалимся и будем как бы общаться дальше хорошо откуда диваны кстати этому дивану 15 лет это фабрика казанская но тоже частники которые немножко более развились моблос они называются хорошего качества но я уже в процессе замены потому что здесь уже перетягивалась несколько раз сейчас вы видите два цвета потому что последний раз просто пружины пробились этот диван был куплен ему в ответку тоже за какие-то распродажные деньги качество мне довольно по сравнению с этим это качество намного хуже ну и конечно девочки и мальчики никаких темных синих цветов на диванах потому что это всегда надо мыть вот так пользоваться то есть сейчас я уже буду диваны менять мы сможем в процессе и мы даже их выбрали это будут диваны на ножках конечно же ножки наши все ножки на диване актуальны в нашем случае больше всего потому что во всем доме у нас теплый пол и у нас нет обычного отопления батарейного то есть это было принято мною принципиальное решение муж поддержал мы пересмотрели миллион видео на ютубе про это ставить ли батареи не ставить как это правильно поэтому у нас полностью контур по дому это керамогранит под которым у нас теплый пол он всегда подогревает только ну летом мы его отключаем естественно и для того чтобы максимальная была отдача теплого пола вот эти ножки конечно спасают то есть вот я если диван сейчас этот отодвину и встану на то место там будет пол перегрет кроме этого конечно робот пылесос наше все которое там вот это все вычищает кроме этого с эстетической точки зрения когда человеческий глаз максимально количество пола видят ему кажется пространство больше точно такая же история с потолком дом у нас небольшой но мы так и планировали и это мне придаст визуальных несколько квадратных метров в доме мы решили ну и в стиле это конечно подпадала решили реализовать нашу давнюю мечту не просто гладкий белый потолок натяжной который мы всегда делали мы решили здесь сделать вагонкой штиль покрасили ее купили какие-то балки муж их прикрутил то есть стремились максимально попасть в стиль средиземноморья чтобы казалось что вот сейчас открою окно и здесь пляж море теплое солнце и мне кажется вот этот потолок он в общем-то сыграл немаловажную свою роль в этой затеи саша сразу зашел играть санторини и вот это все я горда да да в городской квартире вот этот стиль он сомнителен хотя допустим а вот в доме минимализм вот он сомнителен поэтому здесь у меня все так кудряво но и в то же время я считаю уж не так сильно кудряво как могло бы быть да я не настолько фанат вот этих вот декоров 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 много-много я все-таки стараюсь чтобы это было легко убирать потому что убираюсь я сама столовая группа появилась в нашей жизни из авито стульчики я купила в одном месте когда их покупала хозяйка то который продавала говорит они такие уставшие я говорю поверьте мы уже тоже не молоды уставшие нормально я их отмыла положила на них мякиши и вполне себе прилично а стол приехал из самары мы ездили пару тройку лет назад под самару на остров отдыхать я мужу говорю слушай а мне часто в авито из самары попадается очень много классных вещей а давай заедем а давай посмотрим он был в убитом состоянии эмальное мдф вспухла я ее отшкурила покрасила она еще раз сейчас пухает вот начнется лето и я вынесу его на террасу еще раз шлифану еще раз покрашу стол я урвала за 4000 в то время новый стоил 22 или 23 я уже сейчас точно честно говоря не помню ну я вполне себе рада и довольна мне очень нравится стиль подходит до раздвигается гости собираются кураж бомбей так ну смотри мы с тобой заболтались гостиной а на самом деле у тебя есть одно просто невероятное место на которое мы должны уже скорее попасть я так предлагаю сделать согласно я с вами давайте перейдем в наше прекрасное место которое в марокканском стиле исполнено ну я старалась не знаю насколько это у нас правильно получилось это находится во второй половине дома и это наша ванная хочется сказать комната отдыха например или как-то обычно в представлениях это немного другое здесь реально другой спа-салончик ребята не надо зашивать плиткой все от пола до потолка дайте быть помещению комнатой они сантехническим узлом поэтому плитка нужна только там где она нужна а там где она не нужна пусть будет обои краска ну все что вы себе можете позволить две раковины потому что наша толпа друзей утром встает и мальчики начинают драться и даже при наличии двух раковин иногда это случается отойди ты мне мешаешь и все такое ну и тут также реализовано конечно смесители со стены лиан а вот смотри еще раз о смесителях да они с алиэкспресс но просто когда ты встраиваемый покупаешь то ты должен понимать что ты его запечатываешь если с ним что-то пойдет не так либо это замена либо это ремонт вот во первых сколько они у тебя во вторых довольно ли ты ими я так скажу что гнездо которые под ними оно стандартное ну некое будем так говорить есть стандарты расстояний и я думаю что когда отдельные вот эти детали берутся их потом можно взять и поменять да другой вопрос оля даже если этого невозможно у меня у мужа есть все возможности физические руси и заново поставить там просто сваренная история из полипропиленовых труб понятно есть какая-то основание железная да которая там это все вставляется но я думаю что этот вопрос решаем я имя довольно работают они без особых нареканий повторила бы я этот опыт еще раз пока не могу сказать потому что я их ставила из-за чего я хотела чтобы было легко убираться ну как подвесные унитазы для того чтобы было легко убираться но оказалось что я в этом не подумал что когда рукой ты берешь до открываешь и закрываешь рука мокрая и вот здесь всегда вода ну то есть я вообще человек я называю это тряпочковая душа у меня много тряпочек они все так вот для пыли это для санузла это для стекла это и так далее и я всегда ну как бы протираю но это я я даже когда готовлю на кухне я миллион раз все протираю но например другие девочки которые менее такие щепетильные могут почувствовать что вот здесь всегда стоит вода мне это вода не пугает у меня везде плитка как бы не проблема но я думаю что когда ты обычный смеситель включаешь открываешь там тоже вода но просто протирать это мешается смеситель чтобы просто тряпкой пройти что еще хочу рассказать мы вот увидели вот такое вот панно оно меня завело я зашла в google посмотрела эту плитку это санкт-петербург фабрика и посмотрела как варианты раскладки когда мы его выложили на полу без вот этой полосочки оно было не так эффектно потом мы купили мозаичку вырезали и подчеркнули вот это место смотри как можно увидеть в магазине а потом загуглить что ты по фото сделала поиск как ты нашла эту плитку вот ну смотри там написано название линейки название производителя ты берешь этого производителя забиваешь ищешь эту линейку вот все ты же есть в магазине видишь ценник видишь там все о товаре написано плитка еще один декор вот так по верху идет муж очень боялся что она отвалится и упадет нам на голову но пока за три с половиной года это не случилось также обратите внимание что здесь эти же фасады да с витринами которые я просто взяла и покрасила той краской ну так не аккуратно как-то но с этой стороны выглядит все в принципе в ту степ а ты сэкономила на этих фасадах то есть это было выгодно просто или ты все-таки остановилась потому что они все одинаковые а нет они мне очень нравится это кухонные фасады мне нравится их не визуал и они были очень дешевые а когда мне что-то нравится и она очень дешевая это будет сразу да да вот в этом пенале как вы видели спрятан бойлер на 100 литров а снизу есть такая милая шторчика тут теперь у нас хранится огнетушители мой муж купил огнетушители но он уже давно купил они так стояли а теперь они там прячутся обратите внимание да красиво это сундучок сундучок я купила на авито за 1000 рублей для того чтобы там хранить закатки это еще было в квартире у нас не негде было хранить закатки это стояла у нас в подъезде и там полные прям закатки закатки я не делаю бог миловал мама у меня делает и она ну из деревни вы знаете что поставляют да вот это лечо грибы огурцы помидоры они у меня тут хранятся мы когда принимаем сауну ну паримся в бане мы выходим и вот здесь отдыхаем но вообще в планах над сундуком сделать как правильно сказать топчан то есть это вот это стоит пока временно да чтобы можно было полежать и в то же время чтобы топчан наверх поднимался и мы могли там пользоваться сундуком и здесь также выведена электрика для электрического полотенца сушителя пока без него живем в принципе обходимся но если бы он был наверное было бы ну неплохо хорошо что он продуман в зоне где баня и постоянно нужны полотенца а вот смотри тут могла бы стоять ванна почему вы не стали ее делать дом и ванна это слишком шикарно потому что вопрос канализации которые если ты спускаешь и она наполняется очень быстро ну как бы первое время мы прямо очень часто вызывали ассенизатора потом нам подсказали там прочистить дно ну так всякие мероприятия совершили сейчас более-менее мы стали там ну последний раз вызывали на в прошлом году как-то под конец лета если бы это была ванна и каждый раз наполнение во первых это нагревание 100 литров горячей воды это трата по электроэнергии во вторых это трата канализации но на самом деле я не очень ванный человек то есть меня это не напрягает меня больше напрягает когда нет возможности мыться в бане это вот меня напрягает в квартирах мы выбираем ванна или душ а тут еще пожалуйста целая сауна пойдем одним глазиком заглянем туда вы купили готовый блок поставили или все прям сами там возвели все сами делали то есть наши прекрасные друзья подарили нам печку они купили квартиру а там была мини сауна они как мы и пользоваться не будем отдадим печку вам и оказалось у нас харви теперь крутая фирма кто знает как бы за бесплатно это семейный уголок то есть здесь помещается 4 человека обычно муж мой парит двоих пацанов они иногда пересаживаются в нижнюю часть потому что очень жарко становится и мы часто используем два раза в неделю мы точно включаем и как бы ну кайфуем лиан помещение влажная и тем более баня она все время нагревается пропаривается вот что расскажешь нам про гидроизоляцию и про материалы которые в этой зоне как они себя ведут пока проблем не было конечно когда мы паримся выпадает конденсат но так как это краска для влажных помещений как-то им пока ничего нет гидроизоляцию сделал мой муж под плиткой вот здесь везде то есть это такая прорезиненная штука игру зачем там же нет никого под нами никто не живет он как ты не понимая там могут свистеть бактерии жить и так далее у нас есть предвидительная здесь вытяжка мы естественно ее включаем каждый раз когда процесс вот этого идет мы открываем окно я как бы вот таким способом решил то есть мы открываем и у нас достаточно такое быстрое такое залповое будем так говорить удаление влаги происходит как-то пока ничего не поплыло внутри с половиной года прошло здесь в отличие от всего дома цвет стен такой насыщенный я попросила мужа он очень боялся темных стен я говорю давай экспериментируем как всегда мы с ним экспериментируем в санузлах и сейчас это самое эффектное помещение и потолки тоже белым мы не покрасили а покрасили старались попасть под пол не зря ты его отметила сразу сказала что это интересное крутое место хорошо идем дальше давай посмотрим вашу спальню наверное а по дороге я тебя спрошу получается дом вы вообще строили сами сами то есть вот муж прям все сделал руками или бригада все-таки была была бригада которая возвела стены и крышу то есть он сказал ай да я тоже сделаю там стены я смогу крышу год я еще не смогу стропильную систему собрать а блоки я выложу я говорю ты знаешь не дай бог если будет такая ситуация что у тебя откажет спина потому что они достаточно тяжелые я готова лучше за это заплатим в общем опять друзья привет друзья сыграли такую классную роль и они подогнали нам ну классных каменщиков классных кровельщиков вообще мы участок купили уже с фундаментом с септиком и скважиной тут уже газ был подведен и электричество просто я сделала планировку на существующем фундаменте и возвели стены и крышу за две недели и потом вход и вход вошел мой муж и где-то середины июня по 23 октября когда мы сюда въехали он вот один здесь все делал а вот смотри в это время у него получается другой-то работы не было да то есть он занимался только конечно конечно но мы продали квартиру и на эти деньги и жили и строили пойдем в спальню я хочу здесь делать тебе комплимент во-первых кровать красиво оформлена во-вторых не стандартно хотя сейчас эти схемы есть как подушки разложить и в-третьих мне это очень сильно напоминает как моя прабабушка складывала подушки как в деревне но это так адаптированно и современно и стильно сейчас выглядит что у меня вот я когда увидела фотки да мурашек меня пробило спасибо большое на самом деле мы с мужем спим на этих подушках то есть мы пользуемся всеми шестью подушками он тремя и я тремя и я тут недавно о великая сила тиктока увидела что китайцы говорят способ спать это называется пять джон то есть должен спать с пятью подушками под ногой под животом под головой ну и там две вот мы обходимся тремя женами и я пытаюсь всегда чтобы и для красоты и для ежедневного использования было в одном потому что у меня дом небольшой мне куда-то декоративные подушки убирать не очень удобно я убираю эти две маленькие собираю покрывала храницы это ночью у меня на комоде когда мы сюда приехали здесь была великолепная кованая икеевская решетка вот такой высоты черная я поняла что я не хочу здесь такого роскоши я хочу здесь деревенского кантри такого стиля поэтому мы купили в леруа за 3000 не крашеную дверь покрасили ее в цвет дверей которые я сама тоже красила мы их купили сосновые просто мы их заказали увеличенной высоты у меня муж сначала не понимал а сейчас когда он в этом интерьере видит как классно смотрятся высокие двери он конечно сказал но ты как всегда на высоте моя любимая в общем как то так да здесь у меня зона там где я работаю то есть здесь у меня компьютер рабочий стол когда у меня есть работа по дизайну я как бы здесь творю будем так скажем что ты помогаешь людям с организации пространства с дизайном так что к тебе можно обращаться дорогие друзья все контакты и ссылки я напоминаю будут в телеграм-канале здесь внизу в описании только контакты лианы лиан стол есть а стула нет потому что я очень редко сижу здесь вот прям вот такими долгими заходами у меня есть табуреточка которая там на кухне я ее сюда приношу но вообще в планах я сюда хочу пуфик который я сюда принесу и буду пользоваться пока нет такой сильной потребности будем так говорить принято я предлагаю посмотреть прихожую зону где все раздеваются и знаешь пока что у меня не сложилось впечатление насчет место хранения вот это единственный шкаф получается который мы будем смотреть но вот этот комод который ты сейчас спальне видела там у нас вот прям максимально я вообще очень мало ношу что-то такое висябельное то есть в основном это какие-то штаны брюки там так далее и блузки я вот прям вот чтобы навесить чего-то особо такого не нужно поэтому основное вот такое место хранения это вот в этом шкафу с антресолями где у нас лежат мало пользуемые какие-то там елки там обувь летние и нелетние и так далее здесь висят детские куртки здесь висят наши то что вот нужно повесить снизу выкатные ящики у нас с хранением там каких-то в доме же еще или знаешь это нужна одежда которой ты на улице ходишь грязно хозяйство вообще шкаф я тоже спроектировала сама я поняла что это вот мое хотя она к стилю мало подходит к тому который в общем доме но в общем то он не в целом беленький не напрягает нравится снизу у нас теплые полы же да там обувь у нас стоит подсыхает там есть подсветка муж сделал здесь какие-то ящички в которых мы храним я всегда так называю выкинуть жалко где-то надо чтобы это лежало нести неудобно да раздевалка быстрого доступа то есть когда мы забегаем себя снимаем и совсем недавно у нас появилась вот такая консоль которую я очень мечтала реализовать больше не от того что она нам очень там критически нужна но мне казалось что это очень интересная идея когда ты берешь в леруа какие-то дешевые детальки вжик-вжик покрасил и у тебя предмет интерьерной мебели очень нравится я захожу сюда сумку ставлю хотя у нас есть ключница например но тем не менее я пользуюсь этим местом тоже какие-то бумажки ну что-то такое из карманов вынуть это всегда тоже должно быть прихожей основным местом отхожим местом у нас такой является небольшой санузел здесь тоже самая история что я сделала небольшое количество плитки и основного покраска здесь у нас находится унитаз и беде а тот который в большой ванне у нас как бы запасной запасной аэродром здесь также находится небольшая раковина зеркало которое осталось еще с других объектов которых мы жили ну как-то вот маленькое мало места но для санузла вполне себе беде классная штука всем рекомендую если куда-то лезет вставляйте обязательно тряпки моем обувь там можно мыть то есть это как бы техническая раковина будем так ее называть кроме того что она по прямому назначению для скромности у нас есть шторка но это я понимаю что ради эстетики ради того чтобы из гостиной и в прихожей был красивый вид да когда ты попадаешь чтобы не было глухих коридоров да ну мне вообще просто эстетически нравится стекло то есть у меня вот допустим у детей ночник горит вот здесь мы предусмотрели вот такая маленькая лампочка и через стекло оно освещает им комнату ночью они когда в туалет выходят то есть мы это все продумывали вообще стекло это круто глухое глухое это чушь говорить так вот и детская за кадром ты мне сказала что это сложная для тебя комната вообще сложные для меня комнаты детские даже когда я их проектирую я конечно знаю все основные жанры как это делается спальне и место много зон для учебы для игры то есть здесь много зон которых нужно все поженить поженить их для меня не сложно для меня сложно как-то декор что ли правильно подобрать то есть красивую спальню я знаю как красивую кухню знаю как а как сделать красивую детскую ну я плаваю еще в этом поэтому возможно вот то что у меня получилось ну не совсем такое как могло бы быть весь дом пронизан математикой море если ванны это марокканское море там средиземное море а здесь у нас залив ла-манш и мы попадаем в некую такую стилизацию великобритании но мне хотелось этого добиться небольшими как бы такими мазками и телефонная будка то у тебя есть и битлз там вон на гитаре играет классно да читается короче то есть это не очевидное такое вот такое выпячивание вот тебе великобританский да британский на всю стену да да то есть такими маленькими мазками я хотела бы вот эту атмосферу вот сюда привнести когда мы проектировали дом окна в моей комнате спальни я занимаюсь и здесь мы сделали ниже чем другие окна в доме то есть я знала сколько расстояние для стола должно быть соответственно все окна были там где будет стол выведены под это расстояние смотри у тебя эти ортопедические стулья я их видела в реальности давным давно вот расскажи удобно неудобно что с осанками у детей и вообще они на них как работают или это чисто сейчас для кадра мы нет 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 других стульев у них нет выбора у них нет конечно более привычен и удобен тот стул который вообще обычно но я всегда заставляю их пододвигать поближе для того чтобы вот ну как бы вот так сидеть но они все равно спасает только то что сейчас третий и первый класс количество домашних заданий которые задают не такое большое это раз во вторых все они эти вопросы с домашним заданием решает большинство в школе то есть когда мы приводим там приходят со школы у них уже дз сделано еще знаешь что про детскую ты поставила две довольно минималистичные кровати я в свое время тоже делала также тоже за 3000 3500 по моему я покупала но я делала высокие ножки и это была гигантская ошибка когда они пришли я поняла что вики маленькой тяжело залезать на кровать тут я вижу ты наоборот пошла но не низко ли это же стандартные оль кровати то есть это ортопедическое основание на стандартных ножках и когда ты ставишь сюда матрас если у тебя будет матрас с пружинным блоком но он минимум там 26 там 40 сантиметров да да оно было бы немножко повыше но это для взрослых например а для детей это простые пролоновые пока матрасы то есть для них этого хватает на ортопедических ламелях они находятся для их него роста вполне себе то есть я даже не задумывалась что они как-то ниже чем нужно по размерам я сразу купила кровати и матрасы как для взрослых то есть это ширина 90 и 2 метра в длину и сейчас у меня мой 10-летний почти ребенок как бы знаешь когда спит я смотрю а ему то вообще уже все как раз то есть я понимаю что еще там года три-четыре и ноги будут вот тут висеть из чего дом наш дом на ленточном свальном или как это называется фундаменте то есть фундамент тоже был когда мы цоколь уже был приехали из кирпича красного и мы возвели стены из газоблоков плотностью d400 толщиной 40 то есть мы с учетом это делали того чтобы его не утеплять и этого хватало в нашем регионе для того чтобы поддерживать комфортный уровень жизни зимой в самые холодные там 36 минус дома было самое маленькое плюс 19 и такой муж ходит такой в трусах и говорит как-то прохладно и ему говорю ну ты понимаешь мы как бы со всех сторон обдуваем ветрами морозными это же не в квартире это не пробовала хотя бы там трико футболку одеть будет как-то более комфортно и у нас же эти двери то прозрачные и соседи которые там живут у нас тупиковая как бы улица и они все время мне звонят и говорю у них холодно они говорят я смотрю вы опять в трусах у вас чё тепло что все эти истории лайфхаки которые мы с мужем применяли при строительстве которые мы применяли при проектировании узлы и решения принимали потому что мы живем небогато обычные совершенно люди то есть да понимаете и мы шли к этому дому меняя квартиру за квартиру квартиру за квартиру берем убитую квартиру ремонтируем выставляем ее продаем дальше двигаемся вот сейчас мы дошли до дома и даже наши друзья когда мы строились они говорили но это последнее вас жилье или вы еще будете двигаться мы говорим что мы пока официально точку не ставим но пока нам здесь так нравится все мы еще кайфуем мы еще не накайфовались вдоволь будем вот так говорить я думаю что это лучшее место для совета вот сейчас я конечно думала о том и две вещи я хочу вам посоветовать не про жизнь а про ремонт кто делает в первый раз и знаете так масштабно типа вот новостройку купили и там все вот так дорого мы сейчас все закупим и очень часто есть много вещей где не получается сделать так как задумалась сложных узлах примыкание не тот свет пришел боже мой в общем я имею такой опыт что да люди до развода доходит до слез это как минимум то есть это уже было в моей практике я хочу сказать на самом деле ребята вот те кто начинает первый раз делать ремонт поймите что первые три дня вы будете видеть что где-то что-то не так три дня проходит остается жизнь наполненность вашей вот жизни в этом помещении вы перестаете замечать эти вещи поэтому на этапе ремонта не надо так остро реагировать потом остается только удобство эргономика тепло тебе холодно мягко или хорошо только ощущение я надеюсь никого не обижу сейчас сказав аминь аминь да а второй какой совет я вам дам я вообще сама работаю в нише бюджетного дизайна то есть я помогаю таким простым людям которые работают на обычных работах приносить домой красоту да дешевле нанять такого дизайнера чем самому делать ремонт ошибиться переплатить нервничать и так далее вы больше сэкономите чем если вы эту идею отметете и начнете я сама вон pinterest есть да да youtube и все так классно да потому что люди не понимают что те картинки которые внутри в интернете им нравится что они нравятся потому что они стоят миллионы такие интерьеры понимаете они стоят миллионы поэтому они вам нравятся ну либо там труда вложено личного вот такого персонального где каждый уголочек сам делом да поэтому люди из-за того что это не понимают они думают но я же сейчас пойду это все и куплю и все поженится и все классно вот так станет и приходят ко мне за кухнями им говоришь ну такая кухня как вы хотите стоит полтора миллиона да вы шо мне говорят не может быть это вы переплачиваете за бренд и поэтому с дизайнерами со своими говорите так бюджет у меня вот такой нарисую его пожалуйста так чтобы я могла в него влезть обозначайте свой бюджет везде и всегда спасибо итак друзья контакты ли они внизу под видео в телеграм-канале все полезные ссылки обязательно их оставим переходите там интересно там розыгрыш и дизайн проектов много советов ну и конечно же подписывайтесь на канал ждем вас комментариях и увидимся чтобы смотреть как живут другие до скорых встреч пока 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 в ходе ревни он начал снимать я такая ход взяла на себя такая ла-ла-ла это дом это тарата он что ты здесь делаешь там 18 лет не было давай в москву ты должна там быть там в ночи где-то там на телевидении игры выезжаю говорю сейчас только трусы соберу ночью как так я тоже делаю вообще дети так не делают дети оставляют вот здесь и это выставка выставка стаканов я с этим борюсь пока побороть это я не могу века это ее дочки за сколько лет дочь а то есть тоже ну у нас я помню такой возраст одинаковый когда я же в декрете и начала смотреть я помню когда я тоже в декрет взошла и когда начала начала тебя смотреть я помню что у нас дети при плюс-минус то есть у меня 10 лет будет вот в марте старшему саша вообще молодец все пишет на всякий случай а да а а и Субтитры создавал DimaTorzok